Сегодня значительная часть историков рассматривает события 1917-1921 года как единый период Второй Российской Революции. Я принадлежу к их числу. На мой взгляд, термин «Октябрьская революция» – один из мифов советского времени. Ибо на самом деле, мы уже говорили с вами об этом, революция – это длительный процесс. Любая революция, которая ставит своей целью коренное изменение политического, экономического уклада жизни, духовной жизни общества, проходит несколько этапов. Это, во-первых, первый этап – это стремление свергнуть старый политический строй. Вот в 1905 году этого не произошло. Если это удается сделать, на втором этапе между вчерашними друзьями и союзниками начинается борьба за выбор пути развития, и они расходятся по разные стороны баррикады, и, наконец, одна из политических сил приходит к власти. И, наконец, третий этап революции, который не является обязательным – это гражданская война, когда политические противники берутся за оружие. На протяжении 1917-1921 годов можно выделить три периода революции. Первый период – это февраль 1917 года и его последствия. Второй этап – это октябрьское вооруженное восстание, когда власть взяла партия большевиков. И, наконец, гражданская война, полыхавшая в России до весны 1921 года. Февраль 1921 года оказался внезапным и для власти, и, в общем-то, для противников царизма. 23 февраля в столице начались рабочие демонстрации, к которым через несколько дней примкнули солдаты. Именно позиция армии, солдат, которые 27 февраля переходят на сторону демонстрантов, стала решающей. 27 февраля власть в Петрограде переходит к восставшему народу. А символом новой власти стала в первый момент Государственная Дума. Но в тот же день был создан Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В этой ситуации царь вынужден отречься от престола 2 марта, и в стране создается двоевластие. Временное правительство, в котором главную роль играли партии октябристов и кадетов, и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В котором преобладали партии меньшевиков и эсеров. Меньшевики и эсеры в полном соответствии со своими взглядами добровольно передают власть буржуазным партиям. Ибо были убеждены, что Россия к социализму не готова. А их задача контролировать действия временного правительства и защищать интересы трудящегося населения. В этой ситуации основную роль, хотя в целом в России в это время более 50 партий, играют 4 партии. Это кадеты, сторонники доверия временному правительству, сторонники войны до победы. Это партии меньшевиков и эсеров, выступавшие за глубокие реформы, за прекращение войны, но проведение всех этих мероприятий сугубо на законных основаниях. То есть через созыв учредительного собрания. И сторонники соглашения с кадетами. Именно меньшевики и эсеры призывают и политических конкурентов, и населения не допустить гражданской войны. И, наконец, особую позицию занимает партия большевиков после возвращения в Россию Владимира Ильича Ленина в апреле 1917 года. Пожалуй, для Ленина 1917 и последующие годы стал ли звездными часами в его биографии? Политический эмигрант, вернувшийся в Россию, имевший, казалось бы, немногочисленных сторонников, буквально через несколько месяцев становится политическим лидером. На мой взгляд, это произошло потому, что в условиях кризиса европейской цивилизации, когда другие политики пытались ставить заплаты на старое рванное покрывало политической жизни, Ленин, по сути, выдвинул новую национальную идею. Идею перехода страны к социализму, перехода к прекрасному обществу. Я напомню, что по мысли Маркса, Энгельса, Ленина, социализм – это общество без частной собственности, это общество без товарно-денежных отношений, без денег, это общество без государства, без армии, без преступности, то есть общество людей равных, общество всеобщей справедливости и так далее. И Ленин рассматривает Российскую революцию как часть будущей европейской пролетарской революции. Именно эти утопические, но весьма привлекательные идеи Ленина привлекают на сторону большевиков широкие массы трудящихся и определенную часть интеллигенции. К тому же яркие, короткие лозунги большевиков «Мир народам», «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим» тоже действовали на сознание огромной части малограмотного или просто неграмотного населения. В этой ситуации в течение 1917 года, когда правительство не способно решить ни один из вопросов, стоящих перед страной, вопрос войны, земли, национальные проблемы, проблемы экономической жизни, когда нарастает инфляция, дефицит продуктов и так далее, постепенно происходит один за другим ряд политических кризисов, в ходе которых партия большевиков усиливает свое влияние. И, наконец, в ходе пятого политического кризиса, октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, большевики вместе со своими союзниками берут власть. Здесь также важно подчеркнуть, что большевики выступают в этот момент как лидеры политического блока, куда входили левые эсеры, анархисты и другие мелкие политические группы. Победу большевиков в Петрограде закрепил второй съезд советов, принявший декреты о мире, о земле, создавший советское правительство, Совет народных комиссаров, председателем которого стал Ленин, создавший законодательный орган, Всероссийский центральный исполнительный комитет. А вслед за восстанием в Петрограде большевики нередко мирным путем или вооруженным берут власть в других крупнейших городах России. В этой ситуации, по сути, начинается гражданская война. Большевики не оставили ни политического, ни экономического пространства прежней элите России правящим классом, и элита берется за... ее сторонники берутся за оружие. По сути, период до весны 1918 года – это пролог гражданской войны. Она начинается на окраинах. В эти месяцы большевики выходят из Первой мировой войны. Россия заключает Брестский мир с Германией и ее союзниками. Большевики разгоняют учредительное собрание, в котором они имели меньшинство. То есть большевики уверены в том, что они единственные знают, как должна развиваться страна. С мая 1918 года гражданская война становится главным вопросом жизни страны. В этой ситуации формируются три политические лагеря. Это большевики и их союзники, создавшие советское государство. Это белое движение во главе с генералами, адмиралом Колчаком в Сибири, Деникиным на юге страны, Юденичем на северо-западе и тому подобное. И, наконец, это попытка меньшевиков и эсеров найти какой-то третий путь развития, опереться на крестьянское и рабочее движение. Наиболее крупными реальными фигурами этого пути были Махно на Украине, Антонов в Тамбовской губернии. Если говорить о каждом из этих лагерей, надо отметить, что большевикам удалось создать, пусть плохо отвратить на работающих, но все-таки создать государственный механизм. Создать правительство, создать народные комиссариаты, создать Красную Армию. И в ходе сформирования государственного механизма выявляется провал ленинской идеи государства, коммуны, и большевики, по сути, переходят от формальной диктатуры пролетариата к диктатуре одной партии. Уже летом 1918 года они изгоняют из участия во власти левых эсеров, изгоняют, по сути, другие партии, оставляя их лишь формально. И, по сути, формируется диктатура коммунистической партии. Отсюда не случайно формируется аппарат коммунистической партии, появляются ведущие ее органы, такие как Политбюро ЦК, Секретариат ЦК, и в руках небольшой группы людей оказывается реальная государственная власть. Начинает формироваться партия государств. Одновременно большевики проводят политику военного коммунизма, политику, вызванную с одной стороны разрухой в экономике, а с другой стороны надеждой на быстрейший переход к социализму. Политику, которая характеризовалась высочайшим уровнем централизации, по сути, попыткой отказа от товарно-денежных отношений, продразверсткой по отношению к крестьянству. Но напомню, что продразверстку впервые объявило временное правительство, которое не смогло ее реализовать. То есть суть продразверстки – это обязанность права земледельца оставить себе некоторое количество продуктов на питание и семена и обязанность все остальное отдать государству либо по твердой цене, либо вообще бесплатно. Наконец, это обязательная трудовая повинность – это, вместе с тем, бесплатность ряда коммунальных услуг. Но если это и был коммунизм, то это был нищий коммунизм. Одновременно с этим белое движение выступало с позиции непредрешения. То есть главная слабость белого движения была в том, что оно не выдвинуло четкой программы по крестьянскому, рабочему, национальному вопросу, наконец. А слабость третьего пути состояла в том, что крестьянское движение было не способно к созданию действительно системы государственного управления, к созданию системы управления отдельными регионами России. В этой ситуации лидеры третьего пути все время колеблются между советами и белым движением. В этих условиях, да, большевики сформировали еще и органы террора. Это Всероссийская чрезвычайная комиссия, орган по борьбе с политическими противниками. Они сумели привлечь в Красную Армию около трети офицерского корпуса и создать вполне боеспособную силу. В этой ситуации гражданская война. Несмотря на вмешательство иностранных держав на помощь, которой они оказывали белое движение, к концу 1920 года заканчивается победой Советов, победой Красной Армии. Но с конца 1920 года начинается сильнейший политический экономический кризис. Рабочие и крестьяне устали от войны, они недовольны политикой военного коммунизма, начинаются волнения в армии, и самым ярким показателем стало восстание в Кронштадте в марте 1921 года. В этой ситуации Ленин, безусловно, выдающийся политик, понимает необходимость изменения курса. И новый период советской истории – это период 1920-х годов. В марте 1921 года Десятый съезд партии принимает решение о замене продразверстки натуральным налогом. Начинается переход к новой политике, к новой экономической политике, которая будет продолжаться до конца 1920-х годов. В этой ситуации страна восстанавливает экономику, и поскольку революция в Европе потерпела поражение, перед руководством Коммунистической партии встают несколько важнейших, сложнейших вопросов. Во-первых, может ли Коммунистическая партия удержать власть в стране, где 80% населения – крестьянство, то есть по марксистской терминологии – мелкая буржуазия? Можно ли в такой стране построить социализм, и как это сделать? Тем более, что сам Ленин, который пытается нащупать новые подходы в решении этих проблем, с весны 1923 года становится политическим мертвецом. Я напомню, что Ленин тяжело заболевает уже весной 1922 года, осенью возвращается к работе, но на короткий период, на два с небольшим месяца. В декабре у него происходит инсульт, паралич правой половины тела. Он еще два с небольшим месяца диктует свои последние статьи и письма. И, наконец, в марте 1923 года наступает паралич и речи. То есть Ленин не может ни писать, ни говорить. И, наконец, в январе 1924 года наступает смерть Ленина. В этой ситуации в руководстве партии начинается борьба. Борьба не только за власть, но и борьба за выбор пути развития. Продолжение следует...